Привет, это Николай из канала Лучший раз увидеть и мы сегодня на Бали. Поехали! В первый же день я арендовал байк, потому что тут передвигаются только так. Аренда обошлась где-то 500 рублей за сутки. Вот такой байк, это у меня Yamaha N-Max, 155 кубиков. В принципе, нормально прет. За 300 рублей можно взять и более мелкие модификации. Сейчас мы зашли в местную кафешку. Это наш первый прием пищи здесь. Кафешки тут называются Воронги. Это их местное название. Смотрим по ценам. В принципе, не очень недорого. Одно блюдо стоит около 100 рублей. То есть первое, второе и еще какой-нибудь коктейль у вас выйдет в рублей 250-300. Поели в Воронге, который я вам показывал. Три блюда и два коктейля. И все это вышло на двоих за 450 рублей. Нормальная цена, при том, что даже я объелся. Сейчас идем на один пляж. Добраться до него оказалось не так просто. Туда на байке не доехать, но надо спускаться пешком. Так что вот. Понятно, за что любят пляжи Бали. Это вот за сногсшибательные виды. Прям супер. Отвал башки и вот те самые фотки с инстаграма. Прикольный пляж. Тут есть даже храм и вот такие гроты. Виды прям просто райские. Один минус, что тут есть обратные течения. И когда ты заходишь в воду, то тебя сразу же почти сносят в сторону обратного течения. И если ты так будешь долго плавать, тебя в итоге унесет вообще. Народу не так много. Солнышка тоже нет, но хотя я уже за деньги, видите, весь красный загорел. И скоро у меня будут ожоги. В Бали сотни красивейших пляжей. Конечно, я успел объехать только малую часть из них. О пляжах я расскажу постепенно, по мере того, как я буду их посещать. Но в основном есть два вида пляжей. Одни пляжи, которые очень сильно обустроены. Где ты платишь за проезд и парковку. Но зато там все очень устроено. Ты ни за что не переживаешь. И второй тип пляжей. Они менее обустроены. Можно сказать, нет никакой инфраструктуры. Но там также берут за парковку, но на порядок меньше. Также еще можно сказать про третий тип пляжей. Это очень популярные пляжи. Где ломится очень много туристов. И народу просто невыносимо много. Но на таких пляжах я побывал пару раз. И мне этого хватило. Изначально у меня такое субъективное мнение о Бали было. Поехал я сюда для галочки. Чисто посмотреть. Но после цен на еду. В принципе, вот если я найду безлюдные какие-то места красивые. То это будет тоже прикольно. Но то, что ты ездишь уже на байке. И в принципе, пробки только в центре. А так получаешь удовольствие от езды. Это тоже очень прикольно. Минусы тоже есть. Это как бы цены на жилье. То есть это, например, не сравнится с Шри-Ланкой. Например, мы взяли очень простенькую комнату. За 2000 рублей в сутки. Цены в магазинах не очень. То есть цены на продукты, на алкоголь, они просто удивляются. Ну, дороговато, кажется. Но так как это было только первое впечатление, оно потом вскоре изменилось. Так, например, можно было доплатить каких-то 500-600 рублей и уже оказаться в нормальном отеле 4 звезды. Наконец-то мы в отеле. Нормально. Рум-тур по нашему второму отелю. Первый я, конечно, не снял. Потому что это было проживание в семье. И как-то было неудобно снимать. А теперь это просто отель. Он стоит 1700-1800 рублей за сутки. Так, слушайте, ну, вроде нормально. Оценки на букинге 7,9, кстати. А что насчет продуктов, то, ну, да, может это дороговато, чем в России. Но, в принципе, приемлемо. Да и вообще можно ничего не готовить и не покупать. Можно просто тупо есть в ворунгах. Это выходит зачастую дешевле, чем что-то самому готовить. Сегодня погодка не очень. Оказывается, Бали не как большая часть Южной Азии, что зимой и тут сезон. Тут оказывается сезон дождей. И поэтому мы опять попали в дождь. Например, со вчера лупил дождь. И вот до 12 дня он лупил и лупил. Нам пришлось купить дождевики и ехать по дождю. А сейчас мы приехали к храму Ул-Увата и пошатаемся тут. В общем, мы зашли в храм Ул-Увата. Он находится на западном крае полуострова Букит. И тут, типа, круто встречать закат. Но так как погода выдалась дождливая, мы решили посетить этот храм днем. В этом парке должны быть обезьян. Их нельзя кормить, потому что они дети. А, я вижу уже, вон, наверху сидят обезьяны. Купили мы дождевики. Я купил себе охренительный дождевик. Это почти куртка из спортмастера за 750 р. Ну и вообще тут футболки по 200 рублей. Такие цены очень демократичные. Они радуют. В отличие от продуктов. Сейчас скользко, можно... Вау! Охренеть там. Фига себе. Вот это видок. В общем, виды тут, конечно, обалденные. Что еще сказать, блин? Очень красиво. Вход сюда за мотоцикл был 25 рублей. А также плата за вход за храм 500 рублей на двоих. А вот сам храм. Дно-тентри. Так, что тут есть? Тут сидел мужик с рогаткой. Я спросил, для чего ты тут сидишь? Он говорит, подгоняет от храма обезьян. Так что вот, ним здесь нельзя. Обезьян тут запрещено кормить. Хотя мы и взяли бананы. Но я думаю, это не просто так запрещено. Скорее всего, они очень дикие. И если только им покажешь этот банан, то соберется стая и тебя разорвет на части. Как бы и тучи, но все равно солнце через тучи прям пробивает. И я думаю, все равно гулять без крема от загара даже при такой погоде не стоит. Уже второй день. И у меня руки такие, блин, поджаренные. Как будто я забыл, что я в Азии. Ё-мая. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Просто куча Ну а это сам танец Кичак Можно подумать, что это какой-то очень древний фольклор, но на самом деле это не так Этот танец был придуман где-то в 30-х годах на Бали, когда сюда начали приезжать какие-то просвещенные люди с Европы И балийцы также начали просвещаться и заниматься своей культурой Вот как раз в те годы вся эта культура танца и возникла Корнями танец восходит к трансу и экзорцистским ритуалам С историей из Романьяны его соединил только в 1930-х годах немецкий художник и музыкант Вальтер Шпиц Который и создал из танца драматическое представление с сюжетом Ну а потом он стал известен по всему миру Вкратце этот танец изображает индуистский эпос о борьбе Рамы с злодеем Раваной И этот эпос называется Романьяна, что в переводе «Путешествие Рама» Если не вдаваться в подробности, то жил-был Рама, у него была принцесса Зита Рама пошел охотиться над золотого оленя И в этот момент злодей, злой король Равана, стащил и его невесту И потом с помощью божественных существ Ханумана и птицы Коруды Он расправляется с Раваной и высвобождает свою принцессу Гиту И как бы хэппи-энд, такая несложная история Сам спектакль идет довольно долго И если ты не знаешь сценарий, то вообще непонятно, что происходит Ну, там дали, конечно, буклетики на английском И было понятно более-менее Я, конечно, рассчитывал на другой танец Кичак, который я покажу позже Вот тот мне зашел намного больше, чем этот Хэллоу? Хэллоу! Сколько? Донейшон! Донейшон? Да, сколько дашь! Сколько дашь, это сколько тебе надо? Сколько дашь? Да, донейшон! Нормально? Нормально! Спасибо! Суксума! Сюда? Да, здесь! Очередной пляж! Места красивые! Каждый день у нас протекал так Сначала мы просыпались, завтракали, чем Бог послал Потом ехали на какой-нибудь новый пляж Купались пару часов А потом заезжали на очередную достопримечательность острова Далее кушали в Варунге И ехали снова на какой-нибудь пляж, который попытался по пути Ну, а потом, закупившись в магазине, ехали в отель отдыхать Вот так незамысловато и однообразно Зато таким темпом мы объездили самый популярный у туристов район Полуостров Букит И потратили мы на это все 8 дней и около 550 баксов на все С арендой байков, отелями, едой, а также всеми билетами во всякие музеи и храмы Очередной пляж Этот пляж называется Паданг-Паданг Это очень известный пляж Тут снимался фильм Ешь, молись любви с Джулией Робертс Вау, вот это вход на пляж, нифига себе Цена за вход на пляж соответствующая На около 75 рублей за человек Тут вообще на все пляжи подплатный Но зато тут сделана везде инфраструктура Парковки, лесенки В общем, есть и свои плюсы Тут нет волн Это первое место, где нет волн на Бали Ну, народу тут просто как в Анапе Пляжик прикольный Но, конечно, народу просто тьма Он еще такой маленький Но мне он нравится, потому что тут нет волн Это реально круто Тут можно наконец-то расслабиться и не бороться с этими волнами Ну и дно тоже классное Исключаю вот эту фигню Конечно Ну а теперь зайдем на продуктовый рынок Ну и попробуем пару экзотических фруктов для нас по сходной цене Кущённый, Дурьян П begins see Где ты из Русица? Вы из Русии Из Русиа Не знаешь... Нет, голубий, голубий Стоит? Очень хорошо Бангкок Ed secondo об�� dabei Но более большой 明日 опять придешь в Дурь Loud Я думаю, что не понятно Это вы счастливы, вы получите много, много, 455 тысяч рублей. Где мне солнце? Ты? Нет, нет. А? Да? Да. Ям-ям? Ям-ям. Ям-ям, да? Очередной пляж. И вот на Бали большинство пляжей находится внизу. Где-то можно доехать на байке, а где-то нужно идти пешком. Это очень высоко, поверьте, прям, не знаю, метров 300. Вы вспомнили эту поговорку, да? Это очень далеко, ребята. Мы дальше не пойдем просто. Ладно спуститься, но надо будет еще вернуться обратно, а это, блин... Ооо, нет, нет. No get no. Я не готов. Судя по количеству людей, тут вообще не очень популярное место. Поедем искать другой пляж. Сейчас мы находимся на пляже Пантай-Пандава. Тут очень много туристов. Как всегда, блин... Тут автобусы, блин, постоянно бибикают разными мелодиями. Звездных войн не хватает, конечно. А так топово вообще. Что не так с ними? Нормальный заезд, большие территории, пляж очень хороший. Но сегодня не рекомендуется купаться. Тут большие волны. Так что вот такая фигня. Пляж Пантай-Пандава относится к такому виду пляжей, где все сделано для туриста. А именно парковка, кафешки, лежаки, всякие развлечения, прекрасные виды и большие территории. И по крайней мере, я насчитал около двух таких пляжей. Это пляжи Пантава и Миласти. Оба они находятся на юге Бюкита, где море встречается с ответственными скалами, но руками человека все уже обостроено и организовано. Есть, конечно, и минусы. Это дороговатая цена за въезд, много народу и постоянные волны. Мы сейчас находимся у рыбного рынка. Это пляж Джимбаран. Запахи и мусор, конечно, не очень вообще. И это как бы ближайшая точка к аэропорту. Мы зашли на пирс. Тут рыбачат люди. Цвет воды очень, конечно, красивый, но насрато тоже прилично. А так тут только местные-местные. Вот на таких лодочках они плавают. Один как бы противовес и все. И моторные лодки нормально так летают. Сейчас где-то пять часов. Посмотрим, что вообще тут есть. Может быть. Может быть. Чем тут может привлекать эта точка? То это доступность морской еды. Она тут в большом количестве. Ее тут можно купить задешево и приготовить также задешево. Главный минус этого рынка то, что там очень вонючий запах. Но, к счастью, к нему быстро привыкаешь. Цены на рыбу и морепродукты очень даже сносные. И поэтому мы очень часто приходились закупаться. Также я научился открывать устрицы сам. И поэтому можно было просто заехать на рынок, купить килограмма два устриц, ехать в отель и там кушать их практически за бесценок. В России такого я себе позволить не могу. Ну капец, тут сколько много их. Все? Так быстро? So fast? Пришли в Варунг, чтобы нам приготовили еду. Цена готовки 15 рублей, 45 рублей килограмм. Еще заказали сверху рис и овощей чуть-чуть. Ну, посмотрим, что выйдет. Осьминог, свежая рыба и кальмары. Также мы добавили рис и всякие закуски. Ну что ж, приятного аппетита всем! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вишну Кичана Здесь находится большая такая башня, которая видна почти со всего острова. Субтитры сделал DimaTorzok Когда читаем свои телефоны Русские телефоны Документы Субтитры сделал DimaTorzok На наши деньги это где-то 750 рублей на человека Это такая довольно высокая цена для Индонезии И на эти деньги можно прожить, проесть два дня Там есть еще более высокая цена Это за 1250 вместе с подъемом на башню Я не готов платить такие деньги Сейчас пойдем на супер-балийское шоу Ну вот это шоу мне очень понравилось Тут были палийские танцы и палийская музыка Музыка просто супер живое исполнение И она просто у меня засела в башке навсегда Реально круто Отдельное видео на моем втором канале Я ссылочку приложил Танцы мне настолько понравились Что я даже захотел сходить второй раз В общем этот комплекс вырублен в скале Тут такие площади А по бокам такие стены И типа лабиринта Блин, выглядит охеренно прикольно Прям класс Сейчас зайдем внутрь стен Наверное там вообще То естественно Это конечно никакой не религиозный комплекс Это скорее туристический И сделан специально для туризма Но тем не менее Тут такие размеры Так прикольно выглядят Это статуя высотой 120 метров Если считать от низа пола с пьедесталом Это самая высокая статуя в Индонезии Этот парк является одним из самых популярных Туристических мест в Индонезии Название парка связано с двумя главными божествами Индуизма Гаруда Это получеловек-полуорел Который является транспортом Вишну Сам Вишну Один из самых почитаемых божеств Индуизма А Кинчана Это имя благочестивого короля с острова Бали Статуя спроектирована индонезийским скульптором И открыта в 2018 году А на строительство монумента ушло целых 28 лет С перерывами в кризисы Общая высота памятника Включая 46-метровый постамент Составляет 121 метр Монумент считается третьей по высоте статуи в мире Например, родина-мать в Волгограде занимает всего пятое место Здесь можно полетать на дронах, оформив заявление на полет Что я и сделал Но, к сожалению, меня здесь ждала неудача Полетав вокруг да около, я подлетел к самой башне И тут у меня потерялась связь Видимо, такая большая металлическая конструкция дала наводки Кстати, меня предупреждали об этом сотрудники В общем, он упал И что я пережил, не передать словами Думал, в это время хорошо хоть не в башню и не в людей влетел В общем, через 5 минут я уже был на месте падения вместе с охраной Так как никто не пострадал, вскоре после допросов и переговоров с начальством Они меня отпустили со своим разбитым в хлам дроном Обидно было, что по сути я до этого и сильно-то на Бали не полетал Поэтому психанул и нашел на местной барахолке замену моему FPV-дрону И это оказался старый добрый Mavic Mini Точно такой же, как я продал за 2 месяца до этого В общем, это судьба И теперь я понял, что дрон такого типа самый лучший для путешествий Чтобы купить этот дрон, мне пришлось обменять кучу долларов О чем вы узнаете чуть потом Там меня тоже ждали трудности Мы на пляже Носаду Тут такой лакшери район Очень много пятизвездочных отелей Но сюда можно спокойно пройти и так на байке доехать И тут нет таких гор, как были раньше Тут вот реально пляжный отдых Белый классный песок, классный цвет моря И вообще волн практически нет В общем, нам понравилось Я вижу вдали там волны Учатся серфингисты плавать Тут, похоже, прикольно учиться Потому что тут очень мелко Можно дойти до волн И потом уже тренироваться Крутой райончик, очень ухоженный Тут находятся всякие гольф-поля Все очень ухожено Въезд сюда 30 рупий А это где-то 150 рублей В принципе, по деньгам Это такие же деньги, как уезжаешь на все другие ухоженные пляжи Зашли в их большой шоппинг-мол В этой лакшери части Конечно, мне там вообще нечего делать Там цены больше, чем в России И вообще где-либо Очень дорого Наверное, это лучший пляж для купания здесь Пляж называется Нусадо Лакшери район Но сюда можно свободно приехать на байки Тут и народа вообще очень мало Нет волн Классный заход, ровный Также можно и поучиться на серфе При желании Советую этот пляж, если вы будете на Бали Это очень классное место Ну, естественно, я не советую Селиться в таких отелях Скорее всего, тут они стоят очень конских денег Но в 50 минутах езды можно снять отель за полторы-две тысячи рублей за сутки Также у меня есть и плохие новости для меня В общем, меня обсчитали в обмене валют Я был один Мне надо было много успеть И также поменять пару сотен баксов Короче, я очень торопился И заехал в первый попавшийся обменник Я даже не подумал, что он какой-то задрипанный И стрёмный Я думал, в этом районе они все такие Я, короче, выложил 300 баксов И он начинает считать Небольшими купюрами Как обычно, не сотками А пятитысячными купюрами В итоге это должно было быть 4 миллиона 500 тысяч рупий И он начал считать банкнотами по 50 тысяч рупий То есть это 1 миллион, это 20 банкнот Он разложил на 4 стопочки Я считал каждую стопочку по 20 тысяч И потом еще 500 Это еще 10 Отдельная стопочка Он сосчитал все стопочки Я начал считать первую стопочку Вторую сосчитал Он эту стопочку положил в первую Начал третью считать Все правильно Он положил в стопочку в ту же самую В большую уже Я четвертую начал считать То же самое он положил Я пятую считаю И он туда же положил И видимо в этом промежутке, пока я считал одну из стопочек, он раз и свистнул из большой стопочки несколько денег. Обнаружил это я потом, когда начал пересчитывать уже дома. Мне очень приятно было, я думал сначала я по пути где-то это обронил, да, из сумки там или что-то такое. Но потом до меня дошло, что эта методика позволяет это провернуть спокойно, пока ты отвлеченно считаешь. Одни деньги, другие уходят. И если ты не пересчитываешь общую пачку, то ты можешь оказаться без чуть-чуть денег. Мне это не понравилось. Для чего? Для чего? Мой босс. Мой босс? Ты меня учитывал. Ты учитывал. Дай мне мою деньги. Как вы понимаете, я додумался вернуться в этот обменник и потребовать деньги назад. И он мне вернул, представляете? Сейчас мы идем в музей Пацифика. Он находится в лакшери районе Носадуа. По названию, я понимаю, это музей искусств всего Тихоокеанского региона. В этом музее находится 13 залов. И каждый зал посвящен либо каким-то художникам, например, индонезийским, голландским, французским, английским, либо какой-то определенной теме. В общем, музей очень интересный. Денег своих стоит и билет стоит 500 рублей на наши деньги. Тут можно провести где-то часа два, изучая культуру Индонезии. Когда лакшери отели заканчиваются, или заканчиваются у лакшери отелей деньги на постройку, выходит вот такая фигня. Неотстроенное здание. Сзади там парк. Но все, это уже обветшало. Вот так выглядит вход на один из пляжей. Ну-го, прям пещера. Так, а куда мы вышли? На амфитеатр. Окей. А дальше куда? Да, тут было прикольное место до их конца света. Прям амфитеатр с видом на океан. Так, осталось найти пляж. Ходим по заброскам. Конечно, тут много грязи и очень скользко. Можно подскользнуться и сделать шпагат. Даже если ты его не умеешь делать. Чем южнее пляжа на полуострове Букет, тем выше надо взбираться и ниже опускаться к пляжу. И вот в горах вырублены вот такие прикольные проходы. Цивилизация! А я думал, тут вообще никого нет. О, чистое море, бирюзовая вода. Кул. О, чистое море, бирюзовая вода. Мы провели около 8 дней на полуострове Букет. И, пожалуй, стоит сделать выводы по пляжам. Мы объездили почти все пляжи. Кто хочет отдохнуть, ну так, лениво и не особо дорого, то, наверное, надо ехать на пляж Носадуа. Там и вход всего 3000 рупий, это 15 рублей. Да и вообще, как бы, пологий заход, меньше волн, нет ветра. Это лучшие пляжи на побережье, они находятся с востока. Те пляжи, которые находятся с запада, там очень много народу. Те пляжи, которые находятся на юге, тут много волн. И очень часто относительно дорогие ходы на эти пляжи. Вот такая петрушка. Продолжение следует... Продолжение следует...